Ну, значит, остров Сокотра, во-первых, двух словах, кто не знает. Совершенно уникальное место, на самом деле. На Ближнем Востоке и вообще на Синдии, я считаю, одно из самых уникальных мест, потому что это остаток совершенно архаичной, очень старой культуры, цивилизации, которая была такой периферийной, маргинальной, в Южной Аравии. И когда, видимо, в тот период, когда образовывались основные государства, древние Южно-Римы, начало первого тысячелетия до нашей эры, в втором тысячелетии уже зачатки были до нашей эры. Вот эти вот регионы, восточные, Магра, это часть Амана, которая граничит с Йеменом, и восточная часть Йемена, которая граничит с Аманом, и, соответственно, остров Сокотра, были заселены такими суп-этническими группами, которые непосредственно не вошли, были изолированы и не вошли в этот ареал вот этой вот древней Южно-Риминской, лесобейской, которую иногда называют цивилизацией. И так они оставались в состоянии, которое было в состоянии прото-государственности, не было, это были племена, не было, не сложилось еще государство. Они говорили на языках, которые сейчас называют живыми южно-аравистскими, они являются одними из самых древних в афразийских языках, или в их части, которые называются семитскими языками. Поэтому для семитологии уникальная совершенно вещь. Они бесписьменные, до сих пор остаются. И к этому я вернусь. Короче говоря, так сложилась история этих групп. Откуда они, где был их корень, это тоже одна из серьезных научных проблем. Они произошли из одного корня. Те, кто говорят на языках Магри, Сокотри, Джебали, Харсуси, Бархари, это группа живых бесписьменных языков, на которых говорят в этом, на границе Йемена и Омана, и на острове Сокотра. Ясно, что они из одного корня происходят. Видимо, это был какой-то протонарод, который жил на континенте. Когда-то, и он переселился, часть его на остров, разошлись племенные языки, из них образовались. Диалекты, из них образовались языки. Ну, как обычно было. История, повторяю, древняя история этих народов, она неизвестна, потому что она не отражена практически в письменных памятниках. Феологических изысканий здесь не было, да и нечего абсолютно изыскивать, потому что цивилизации такой не было, которая что-то бы оставила. Письменности не было. И особенно те, кто переселился на остров, они долгое время оставались в изоляции. Хотя в древности Сокотра манила сюда абсолютно всех, потому что здесь уникальный заповедник растений. Там много растет эндемиков, которые больше нигде не встречаются, в том числе и знаменитое драконовое дерево. В картинке есть символос Сокотра, у которого сок алого цвета, как кровь, когда он натикает, он застывает, камень получается с целебными всякими свойствами. Это, конечно, мистический характер этому придавался, раз из дерева кровь течет. Вот здесь ладан, мир и так далее. Но поскольку в древности это была валюта, то, что все равно, что нынешняя нефть, то, соответственно, остров когда-то процветал, сюда заезжали торговцы, это первые века нашей эры. Третий, четвертый, в общем, до тех пор, пока вот эта торговля благоводней не сошла на нет, и пока не закончилась древняя еминская цивилизация, образовался рамо-мусульманское государство, здесь была одна из древнейших, один из древнейших очагов христианства. Были гнистариане здесь, которые подчинялись архиепископу багдадскому. Приходили сюда греки, здесь был Александр Македонский, здесь кого только не было. Но потом это опять же на путях мореплавания международных, поэтому, когда осынение мореплавания началось, то все проезжали через Сокотру, и в 16 веке здесь были португальцы, знаменитые альфонсу Базрукер. Была попытка здесь поставить свой гарнизон, гарнизон весь вымер тут, от того, что их местное население. Помогало им на тот свет отправиться, и малярия страшная, которая там господствовала. Это только буквально в последние пять лет мы практически вывели усилие в виде меологии, в виде организации здравоохранения. Так практически, здесь Павальная была в номере. И с тех пор, да, потом было Макрейское завоевание, это все в книге описано в 14-15 веках, и пошла медленная исламизация. Христианство очень долго здесь сохранялось. Были пережитки языческих пультов, до исламских, до монотеистических. Ну и с тех пор, в общем, Сокота жила в период условий глухой такой, изоляции от внешнего мира, когда практически не было, было замкнутое хозяйство, полное, полностью натуральное. Две группы населения основные, это прибрежные, кредители прибрежных районов, которые занимались рыболовством, и горцы, которые жили в горах и занимались скотоводством. Сельского хозяйства практически не было, никакого, кроме фиников, ничего. Продукты животноводства полностью покрывали все, что людям нужно. Минимальный торговый обмен с внешним миром. И Сокотра входила в султанат, Магры и Сокотра, султан Магры, Магры, конечно, на континенте, да, Магры, на юго-восток Йемена и кусочек Омана, соответственно, юго-запад. Но султан жил на Сокотре. Ну, султан был бедненький, босиком ходил, корок, пастом, и так далее, дворец остался, спромники, спромники, порядок. И так продолжалось. Да, потом англичане установили режим протектората, они какие-то там небольшие деньги платили в конверт султану, чтобы он ни с кем не вступал ни в какие внешние отношения. И вот особенно горцы, они практически ничего не знали о мире, язык сохранился, сохранил свое уникальное состояние в течение сотен и тысяч даже лет, видимо, без изменений, без развития практически. Была единственная экспедиция, совершенно фантастическая. Мюллера, это австрийская академия наук, он в конце 19-го, начале 20-го века нашел информанта и собирал тексты, расшифровывал, это блестящая совершенно работа, уникальные там лингвисты, австрийские, он уникальный был человек, он оставил работы. В 1936 году Гольф Леслов написал сокотрейские слова, французские, французские, симметологические, но с тех пор практически ничего не было. Там была Оксфордская экспедиция в 1956 году, она комплексная, она мало чего достигла. Вообще удивительно, что англичане, которые с 839 года командовали Йемену, и даже был департамент древности, археолог был, ДОУ, который занимался, куверовал археологию, они могли делать там все, что угодно, в Южном Йемене могли делать все, что угодно, они были хозяевами. Они в научном плане ничего не сделали. Даже удивительно. Для чего они... Прозевали жемчуга там, здесь можно было выкопать, легко опирать большие научные институты. Мало чего-то. Ничего. И в 1967 году независимость Южного Йемена, и он оставался в изоляции, потому что Южный Йемен революционный, да, вот у нас сидит Аждор, который помнит Аждор, как там тогда жили. Для них была, главное, чтобы, не дай бог, кто-то не отобрал, потому что была борьба за Сокотрова, пытались и амансы отобрать, но англичане оставили это Южному Йемену. Слава богу, этот остров, вот он вошел в состав Южного Йемена. Главное было не пускать никого, чтобы не отобрали там, империалисты. Действительно, сложная была ситуация с Южным Йеменом, он был под прессингом. И вот, когда я попал в Южный Йемен работать, у меня была мечта попасть на Сокотов. Я кое-что об этом знал, читал, я просто бредил в Сокотове. Я в 1974 году, сам себе сделал поездку, транспорта никакого не было на Сокотове, можно было только на лодке попасть. Она далеко, если вы на карту посмотрите, самые ближние до точки на Кринтене, 300 миль, до точки надо добраться. Вообще было плохо все это дело. А так 500 миль заодно, 800 километров. Но туда летал, там был небольшой гарнизон, так как в португальске, тогда был в Южном Йеменске. В общем, я уговорил местное начальство, значит, и свое, и Йеменска, мне устроить туда, значит, ту поездку на неделю. Вот на военном самолете я полетел там, когда менялась часть гарнизона, я с ними на транспорт прилетел на Сокотове, еще даже дороги не было, это аэропорт, это столица. Алипо на острове было две машины, педвины, которые сверху спускались, они еще разговаривали, пытались разговаривать с машиной, думали, что дверь какой-то. Ну, классно. Спичек не было у куборцев, они не знали, что такое спичек, тренинг палочек. С 10 лет, когда он был, уже сам, с водой было очень плохо, колодцы грязные, естественно, там было. Очень, конечно, сложная была ситуация, но есть немного отличность. Вот, и я тогда приехал на неделю, ну, сколько подул ветер, а там мусоны, когда дуют, снова сбивают на северном подбережке, пройти невозможно. Там уже самолеты не садятся, я там в результате месяц пробовал. Ну, это отдельная рассказа, рассказа, как это было, это было очень необычно. Я начал изучать сокатрийский язык, я этим в основном занимался, удалось немножко попутешествовать, по острову походить, пешком можно было ходить, естественно, в том числе и в горы, горцам. Ну, они, что есть какие-то там люди вне арабского мира, они только по легендам знают, они их франками звали. Это франк, но они даже франком не называли, большинство из них и англичан никогда не видел, а больше там никого не было. Естественно, никакой информации о мире не было. Для них араб, там, гарби они называли. Это уже иностранец, но, так сказать, еменец, можно сказать, было слово, что еменец есть нахуй, но это тоже иностранец. совершенно любые, особо они себя ощущали как их племена. Вот очень интересный баланс там, так сказать, был сил. Вот, и я потом там был еще в 76-м году, в общем, я занимался там, у меня хобби был, такой, цакотра занималась. Вот, и потом мы с Виктором Яковлевичем Пархамовским лингвистом, мы, потому что я забрал, делали несколько статей, потом первая книжка у нас вышла, хочет поэтной лингвистике цакотра, вот, и у меня было ясно, что нужно, хорошо было бы заниматься, вот, если бы удалось бы, исследованиями цакотра у некоторых, по некоторым направлениям, а, во-первых, очень интересные археологические памятники, есть там, мегалитические сооружения с огромными камнями, непонятно, как их точили, кто где-то, гигантский камень, вот, вот, до этого края, там тоже, куб стоит, у него сложная стена, почему, и весь остров покрыт линиями межей, таких камен, небольшой такой, бортик идет, тянется на несколько километров, одна линия, вторая, третья, непонятно, что это такое было, то есть, то ли это были плотации, благоволю, деревьев, то ли агарат, то ли еще что, то ли это было, некоторые считают, что фитнес-тики, что это имеет значение, но ничего не стихического него, скорее всего, на вторую, киевую плотацию, вот, сейчас там работает, работает бельгийская экспедиция, которая сделала снимки всех межей, сверху, создала карту, и пытается это изучать, слишком, на компьютер, через компьютер, там уже и спелеологи работают, там пещера потрясающая, одна пещера, там, пух, 5-километровая, которую мы все почти не знаем, там обнаружена таблица, табличка деревянная, на 3-го века, на сирийском языке, том сирийском, ромейском, там торговец, который все нашел, там оставят христианин, и у нас сохранилось, потому что там такой, внутри микроклимат, там все, что будет сохраняться, там же натости индийские, там были индийские торговцы, то ли они прятались, кого-то в этой пещере, то ли все что-то, и там же были, и там же алтари с благовонными курильницами, видимо, там какие-то культовые, или обряды, домантеистические, понятно, вообще много всего интересного, очень, совершенно загадочные, острова до сих пор. Ну и главное, вот не тронутый язык, ну вот для сравнения могу сказать, что там есть такая теория, вот у нас знают, знают это лингвисты, глотно-хронология, которая берет там 100-словный, 200-словный список, смотрит основные понятия, которые в каждом языке являются самыми основными, там земля, небо, солнце, там, еще, как они звучат, и вот сакадейские понятия, они сопоставляются только с аккадским языком, все остальное уже позже, иврит уже позже там скажет, ну арабский, я уже не говорю, еще более поздний, и так далее, там допустим, во всех языках, там коровы, бахар или что-то похожее, а там совершенно другое слово, религия, то есть это только с аккадским корреспондированием, с аккадским, как минимум 4-5 тысяч лет до нашей, то есть это, конечно, интересно, вот, ну и потом его изучать очень трудно, язык сложнейший, практически ни одного общего слова саранским нет, естественно, другая группа, вот, очень слогный, очень богатый словами, богатейский язык, даже, видимо, богаче, чем современный, как бы, индивидуальный язык, уникальный, вот, и, короче говоря, было ясно, что на археологии, там, этнографией заниматься, лингвистики, если серьезно этим заниматься, ну, как вы знаете, в 83-м году мы пробили экспедицию в нем, академии наук, по главе, тогда, в 2-м, чем Петром Афанасьевичем, они занимались на континенте, раскапывали храмы, в районе Хадрамаута, очень многое сделали, надписи, расшифровали, в общем, до сих пор, работа в ограниченных размерах, в связи с ограниченностью финансирования, вообще, за сложным положением времени, она продолжается, она продолжается, у нас хорошо работали археологи, много раскопали памятников, Седок, сам Седок, там активно работал, был изнашиванный ступор, ну, теперь он директор Кузея Востока, у нас продолжает работать, и, значит, когда в 83-м году было подписано, это было все решением Политбюро тогда делать, и политика помогла, Южный Йемен, тогда, вот, большие деньги, там, даже построили, где-то тот дом, в Адуме, который могла, в Адуме, в Адуме, машли автомобили, который там у нас был, Бурзовик-Урал, там, что-то такое, ну, и, короче говоря, был, наш лагерь стоял на, в Кадромауте, а я, у меня был отряд маленький, значит, для изучения в Саркове, в отряд входил, только один человек, еще, занимался в основном антропологией, тоже очень интересно, ну, короче говоря, Василий Александрович, я это оставлю для библиотеки, остается, пожалуйста, вот с тех пор были сезоны, каждый год, там, где-то по два, по три месяца, на три месяца выезжали, нужно было пересиживать в Адуме, договариваться, как я, где-то месяц-полтора, у меня в общей сложности, я посчитал, где-то сколько, на Саркове-Три пробу получается около двух лет, на острове все, вот, если все спрессовать, ну, результат я вам потом расскажу, сейчас скажу только, как у нас дальше развивались события, где-то в 90-м году это все у нас стало, как и все остальное, умирать, понятно, да, почему, потом был некоторый перерыв, потом мы, значит, сумели добиться небольшого финансирования, и продолжить работу, мы продолжали 90-е годы, 2000-е, каждый год мы сейчас имеем гранты уже от РГНР, и даже из некоторых частных источников, и мы продолжаем на Сахо-Труи, на континенте уже сейчас никто не работает, там работа свернута, денег нет, вот, а мы туда ездим, значит, была, у нас группа археологов там работала, во главе, ну, Александр Севлович сейчас не имеет возможности ездить, ездил туда, не зря, Мирканов, Мирканов, палеолитчик, потому что там удивительное явление, там обнаружены, значит, были орудия каменные, каменного века, и вокруг этого разыгрались баталии, Мирканов, ученые, потому что, одни говорят, что этого быть не может, потому что там не могло быть палеолит, а палеолит по образцам, получается, что это очень древний период, стал бывать, это больше, может, там ашель, полтора миллиона лет, это больше, значит, там жили, получается, что жили два с половиной, может быть, два миллиона лет тому назад, были люди, которые там были, орудия, а как они могли попасть на остров, когда тогда не плавали? Значит, там мы привозили туда геоморфологов, есть предположение, что, поскольку, ну, что суда, что острова был часть общего континента, но уже к тому времени все разошлось, но были, видимо, поскольку еще не вся суша опустилась, были, видимо, островки, которые соединялись, мысль, гвардовку с Ахотовым, между ними, этими островками крошечными, были небольшие водные перешейки, и люди могли перебираться с одного в другой, был какой-то путь, который они могли преодолевать, раньше плавали на таких досках, на высших пузырях, так и так далее, вот, в общем, люди перебирались туда, потом, эти, эта суша опустилась, и они, видимо, просто, как примитивно объяснил наш один доктор географических наук, извините, они просто скушали друг друга, ничего другого нет, там были животные, когда-то был климат другой, было что-то типа саванны, все это умерло, никаких костей не обнаружили, ничего не обнаружили, вот, некоторые наши археологи, палеолейчики, в том числе, Академия Деревянка, они, правда, очень хочется с нами поехать, но никак не соберется, им считают, что, видимо, что это не могло быть, но, да, непонятно, откуда эти орудия делись, кто-то говорит, что они недостаточно выветрились, ну, все равно загадка, у нас есть сторонники, то уже так было, и сторонники, то иначе, но, как всегда бывают какие-то загадки, ну, лучше их отставить, и не ломать пол, ну, спокойно спать, что решить невозможно, вот это интересное очень направление, у нас каждый год работает там, энтузиастка этого тела, жуток, такой Валерий Александрович, сейчас вот бродит по Соконтре, собирает камни, он все обошел, пешком весил, так нет места, ну, кроме высоких совсем платок, куда трудно попасть, дело не в лесоте, а просто в трудном доступе, и что интересно, что даже на этом платок, куда вообще не доберешься, там есть остатки древних поселений, с огромными камнями, со стенами, зачем, почему, кто туда зайдет, почему они там, вообще не проберешься, скалолазом надо, непонятно, много непонятно, вот, много старых храмов, мы вот раскопали, мы нашли, во-первых, древнюю столицу, Соконтре, более древнюю, чем там суд, который португальцы нашли, вот, и там, значит, раскопали мистерианский храм, видимо, 9-й век, сооружение более раннее, очень интересное захоронение, тоже по исламски, и до христианскому, с инвентарем, вот, и поначалу, да, ну, и, короче говоря, вот, археология у нас была, была лингвистика, сейчас там группа лингвистов работает, как у нас раньше не получалось, только в последние годы получилось собрать какую-то маленькую группу из энтузиастов, молодых из РГГУ, которые у нас работают сейчас на полставки, занимаются, Леонид Коган, Дмитрий Черкашин, там работают, и еще одна девушка, Мария Була, вот, и ведется очень активная, продуктивная работа, уже написано десятки статей, в ведущих журналах Мира, ну, публикациями делаем только по-английски, только в зарубежных журналах, потому что у нас просто аудитория, три человека, нет смысла по-русски писать, не были что-то такие, к сожалению, но в гостином и в мировой науке. Точно так же, сейчас скажу о главной работе, которая, в общем, попытки довести до какого-то финала исследований, геористические, они очень долго предпринимались, и только сейчас дошли до первого рубежа. Вот, вот эту книжку я сделал свою, результат 40-летний, в этом году 40 лет исполнилось, как я впервые попал на Санкт-Петербург, но, кстати, туда никто тогда вообще не ездил. Ну и, значит, с тех пор, вот последние годы, после распада, после объединения Йемена, во-первых, произошла бурная исламизация, причем, туда полезли миссионеры-фундаменталисты, братья-мусульмане, и женщины, которые раньше вели себя, в общем, там очень фривольные нравы, женщины были очень активны для существа, они многократно могли возводиться, жениться, по 10 мужей было, вообще вели себя тревольник, естественно, никаких судьжа не было, и вообще ничего не было. И женщины, они чего сейчас в жуть. Лучше традицию, кстати сказать, само, сам вот этот фольклорный элемент очень интересный, есть мифы, легенды, которые, многие из которых написаны были Мюллером в конце 19-го века, они так и остались, они устно, представляете, передаются всеми временам, из поколения в поколение, и, возможно, они там 2000 лет передаются, так же точно. Но они показывают совершенно такое особое общество, нетронутое анапризмом, фактически, элементом язычества, очень свободными нравами, очень много эротических всяких сюжетов, непривычных, которые исландисты выжигают каленую филюцию. Местное население сохраняет это. Ну, происходит быстрая трансформация общества. Во-первых, куда пришла цивилизация, там сейчас международные организации, вода, это хорошо, медицина, с малярией покончили практически. Образование в тесно на арабском, под угрозой сахатрийский язык. Мы ставили вопросы о том, как там сахатрийский ввести, куда-то какие-то создать систему образования сахатрийский. Но местные власти при всем режимах к этому относились на осторожность, считали, что-то будет сепаратизм. Его все боятся, как известно. До сих пор в этом направлении ничего не сделали. Были западники, которые несколько раз пытались заниматься лингвистикой, один там Чех в Махре погиб, здесь одна англичанка осталась, которая занимается. Ну, в общем, практически у западников там не работают. Тяжело работать, опасно. Сейчас в Йемене вообще прекратили работать все западные институты, которые имели там свои роскошные базы совершенно немецкие, французские и так далее. Значит, остались одним. И вот эта вот трансформация, то есть она неизбежна, и можно порадоваться высокотреть, но с другой стороны как-то очень жалко, что ушла эта старая жизнь, ну, как всегда, мы все люди архаик, даже как и у себя, тут все жалеют, так хорошо было, такая была вкусная только, что это опасно. И где были отношения между людьми, вот там то же самое. Сегодня коммерциализация, уже сейчас написали наши ребят, сколько с них денег за машину требуется, так, рейсы, едешь на полчаса, платили целый день и так далее. Почему? Появились туристы, во-первых, очень много русских туристов. Сначала эксклюзивные туры были, там живут, живет один наш парень постоянно, Денис такой, с женой они живут, уже 6 лет, в прошлом году приехал сюда в отпуск, говорит, больше никогда не поедут, потому что, ну, против, только на саку, ты не можешь, никуда не поедут, Ну, такие энтузиасты, которые, еще есть один у нас, на ученом совете выступал, Владимир Мельник, такой путешественник, молодой, Денис, ну, наверное, лет 38-37, там давно уже, а Владимир Мельник каждый год ездит, он путешествует с палаткой по горам, шашка, в самых очень труднодоступных местах, но он вообще путешественник такой, профессиональный, в Гималайи бывает, в гемле Франции и Осипа, и вообще ездит в Латинской Америке, вот он на Сокотку обязательно ездит, интересный очень, понимаете, у него там тоже свои идеи, он нашел там следы древнего какого-то железного производства, опять же, трудно все подтвердить, много всего интересного, вот, короче говоря, уходит вот эта старая жизнь, коммерциализация, деньги, туристы, начинают обслуживать туристов, значит, мы решили для образца, я решил, когда смотрел все их там места, поскольку там диалекты, я выбрал одну точку в центре острова, где такой, на мой взгляд, наиболее близкий к норме, ну, там праздник, смерть диалекта не столь велика, но диалект, просто нормы нет, литературную, я ее воспринял как норму, наиболее понятную всем из этого исходил, или мы решили взять за эталок, вот я это язык племени Дарьеву, вот это мое любимое племя, они меня свое считают, я давно, так сказать, есть дом, в котором я стал, житель, есть вежут козлят, китайцы все, мясо, молоком, пахтой, но уже даже сейчас вот это племя, оно тоже испортилось, сейчас мне пишут, там почти все переехали в столицу, обслуживают туристов, ездят на, покупают машины в Эмирак, там эти Тойоты ездят, которые везде проходят, ну, зарабатывают этим в основном, так жить трудно, там сейчас понятно, есть некоторая приманка, они на заработки ездят за лифт, то те, кто могут, и, короче, идет такое разложение этого патриархального быта, международные организации хотят сохранить закон, как уповедник своеобразный, особенно, растений, есть особый режим допуска продукции разных, и вывоз, все запрещено, там заповедник точно такой же насекомых, уникальных, которых больше нет, животных там практически нет, и веры типа монгустских зверей, и, значит, в последнее время, повторяю, когда группа в 2010 году удалось сформировать группу лингвистическую, очень активно работа, у ребятки, из МГБУ, и, значит, мы подготовили первый том текстов, изданных по-сокотрейски, кроме этого, мы добились того, что, я давно планировал, но не удавалось сделать, потому что у сокотрейцев были попытки писать по-сокотрейски, когда появились первые образованные люди на арабской, в арабской графике, ничего не получалось, просто один пишет, когда второму дает, он не понимает, что написано, и вот мы нашли там, друг, толковых ребят, с которыми выразили систему, как писать, сокотрейский язык, записывать по арабской графике, дополнительной, диакритикой, и вот, путем проб и ошибок, нашли систему, она проверяется очень просто, написал текст, сдал в другом племени, в другом месте, все, он его спокойно читает, вот, значит, мы издаем уже тексты с по-новым, значит, на четырех языках, на четырех скриптах, сначала, ну, это обычная, в обычной транскрипции, лингвист, фонетической, для того, чтобы лингвист мог прочитать на латинской основе, потом перевод на английский, на другом языке, естественно, в латинице, в английском, ну, просто по-английски, потом перевод на арабский, это в детстве, потом, сакатрийские записаны в арабской графике, потом идет объяснение, комментарии, лингвистические, по каждому слову в конце этого тома слова, вот, издательство Брил, вы знаете, это ведущее поведенное издательство в Голландии, самое древнее, самое престижное, оно издало, издало, первый том, который, мы получили сигнал в прошлом месяце, в ноябре он выходит, вот сейчас должны быть, должны быть, экземпляры, тиража, вот, этот первый том, 30 текстов, которые я записал в начале 70-х годов, основном, вот эти тексты, будет первый том, это 750 страниц, в этом же году заканчиваем второй издательство, еще столько же, в следующем году будет 30, всего 2,5 тысячи страниц, и после этого, да, параллельно ведется описание языка, там, глагодные системы, все это, по-моему, ну, это, наверное, год через два года, вот, это лингвистка, по археологии, сейчас трудно продолжать, потому что не хватает денег, люди нужны большие, их нету, и потом и людей-то особенно нет, потому что те, кто там работали, они возраст идет, не все хотят ехать, очень тяжелые условия, денежной приманки нет, просто поехали, там, месяц, на 60-ти грамм, на заре, пыли, значит, копать, уже, видимо, наши питерские коллеги, перегорели немного, вот если бы получить какие-то хорошие деньги на это, можно было бы археологию раскрутить, у нас намечено где-то до 40 суперобъектов, которые мы нашли, которые просто фантастически дали результаты, но, к сожалению, сегодня бедуины, как я вам уже сказал, испортились, если раньше они боялись подходить даже к этим могилам, считать, что там джинн выступит, убьет, всех ест, сейчас они лезут, раскапывают, достают вещи, перепродают на черном джиннете, практически все самые лучшие могилы, они это приводят, да, с друганами, какими археологическими, которые практически черными археологами, там тот самый. Ну, вот в двух словах то, что я вам хотел рассказать, о том, чем я не знаю. Вот я еще дал два экземпляра, это отиски статей, которые они подвечают, для образца, у нас таких много, разный сигналов, идет, будет, Вот, собственно говоря, все. Если вопросы есть, 60-70 тысяч. Растет, оно растет, потому что медицина, медицинская, раньше умирали, там, женщина где-то в среднем, до рождения идет, но они, естественно, рожали в двух слов, в двух словах, чтобы положить, обычно, это бывает 15-16, 15-16 максимум. Но из них выживали где-то двое-трое, поэтому было такое простое воспроизводство. Если не было эпидемии, когда они были в древности, там умирало много. Вот, а так вот, было до тех пор, пока не появилось медицинское обслуживание, сейчас детей много. Кто-то выжилет на динамик. Ну, на то, в таком случае. Кто-то выжилет на динамик. Кто-то выжилет на динамик. Какие забыли? В страсте. Они попадают. Нет, Замки проходили. Привозят, конечно, уже самые северяне, которые там первые столицы, но они весь емен. Они там торговцы, то есть, они уже, ну, там мирный народ, там оружия не было. С воин не было. Ну, нет. Скоро, значит. Были ссоры, но, в общем, в сравнении с другими еменами, где-то там. Не было и срока стреляют. Испанские завоеватели, которые выжигали. Нет, этого не было. Докажите за бельты. Мало было. Местные люди не поручивались. Ну, были, конечно, там когда-то холодные оружия. Практически, кроме таких кустарных ножей, которые, которые, если используются, для того, что со скотом обходить, обрезать. И там современные здания строят? Жилье, школы, больницы? Ну, строят, конечно. Они, подрядчики приезжают, получают международное финансирование. Школы, больницы, там сейчас расстроили порт, наконец, его не было. Там рыбные причалы есть, инфраструктура, дороги, дорог полно. Но это, я говорю, есть плюс и есть минус. Потому что места, где там жили люди, там чисто было. там ни пылинки, ни грязинки нет. Все, все раньше, все поедалось, упаковочных материалов не было. А сейчас там столица, ходим, она покрыта земля слоем пластиковых бутылок, расставочных. Куда они все время? Гляньте. Остовы машины валяются. Машина сломалась? Да, утилизация. Увозить утилизацию. Не может быть? Ее надо бы возить? Кто это будет сейчас делать? Там есть ООНовский проект, но денег не хватает. Что-то закапывать, зарывать, а там комбатинсарк не так легко. Это все страшная проблема. Она везде трудно на островах решается. Столица производит. Ну, жалко фотографии, например, следующий раз, там уже присутся. Зудкая заряжка, абы. Наверху, там чисто. Там люди раньше газу зарезал, там съел, пушок висок, рисок привез. Все эти утра вся делалась из местного подручного материала, в основном, из шкур, там животных, так далее, шерсть, свои одеяла, они там ткали. Ничего не было. А потом там стервятники, они подъедали все кустики. Без отхода не проявилось? Абсолютно без отхода. И они это берегли. А сейчас уже и новое поколение молодежь, которые там в школу ходят, оно уже другое. Конечно, если они используют, потом недоступно просто. Сейчас дороги проявляются. Туристы начинают вставать, куда-нибудь кокать. Можно еще попробовать? Ну, пожалуйста, давайте. Вот начнем с Авида Хайбуловича. Марокко. Марокко. Вот берберы подвергаются организации и они долго подвергаются, но никак не подвергаются. да, но вот мне приходилось беседовать с ними и там такие настроения общественные, что ничего, мы теряем эгерские поздоровые для себя. А это тоже открытие, относится к реабилитации. Тоже есть такие настроения у кого-то. Зачем это все может? Зачем какие-то легенды? Это есть такое. Но есть стремление сохранить. А кто население для этого стремления? Ну, просто часть населения. Разве это есть некий расход. Можно и каких-то таких увидеть. Но быту они говорят в Марокко. Берберы говорят до сих пор образованные говорящие по-русски. Они все равно в семье разговаривают по-берберски. сохраняют. Язык сохраняют. Пока есть культура домашнего образования. Галина Ивановна. Я вот хотела спросить. Все-таки в каких-то районах вы описываете горские скотоводы, вот там какой-то уклад жизни все-таки традиции обычно сохранились. Сохранились промыслы, например, ловля Жеронча горболовца. И еще я хотела спросить о ремеслах. в первой книге очень интересные у них ремесленные производства, облетение, ткач, гончарные, по-моему. Есть, сохранилось. Сохранилось, да? А второй вопрос у меня. Вы не хотели бы издать впечатление о вашем первом путешествии на Сапотру и вот описать это, может быть и назвать так же, это было бы очень-очень интересно. я хотел спросить, образцы сегатрийского языка в звуковых записях существуют? В частном пользовании или какой-то фон создается? Нет, это все у нас есть, мы с этим работаем постоянно. Как-то сохраним, наверное. У нас, понимаете, как получилось, поскольку экспедиция когда начиналась, все это было там в Питере, понимаете, люди, Визневич там умер и многие материалы неизвестны. Нету фонда экспедиционного фонда и вся эта реорганизация вот такого жесткого нету фонда. Я все сохранил, мои все кассеты были кассетники, мы все оцифровали, но то, что мы сейчас издали, это есть и у нас в нашей группы, естественно, это все в цифровом виде, все есть, отцифровано, но в истории, потому что когда-то язык будет остаться для следующего поколения. потом сокатрицев учить придется как-то. Ну, это все есть, конечно, это все есть, это мы все сохраним. Виталий Вячеславович, с таким вопросом вы упоминали о археологических раскопках, которые касались дома-натоистического периода на Сокотре, а в обиходе сохранилось какое-то влияние дома-натоистических культов Сокотре. Да, но в 70-е годы, когда я туда попала, она очень-очень крепкая была, стойкая. Ну, в ходе того, что там были луна, полнолуние, были ритуальные пляски, всякие заговоры и так далее. Есть там местные знахари, племена и так далее. Они боялись всего. Вот эти знахари. Колдуны, там, там, культ всяких колдунов, духов, и так далее. Все это все это все ислама, это все мыжигает каленым железом, я имею ввиду вот эти исламисты, фундаменталисты. Это все противоречит берем единого Аллаха и монотеизму строго. То есть сейчас по большей части это все? Сейчас по большей части это все они боятся. Они сохраняют всеми, сохраняют все эти движения, но уже как-то меняется все, исламизация, но она есть исламизация. Причем она там была, поскольку она легла на почту, везде, где не было сильного традиционного исламского субстрата, даже как можно сопоставить даже с Россией, в том, что Татарстань, там, где был субстрат, нормальный, там не пускали выходить, а в городах, где ничего не было, типа набережных, где промышленный город, мечети не было, там русского много населения, и местных, для местных, для татарской молодежи, когда пришли миссионеры тут, из Харапского востока, и принесли фактически вот хобби, то для них это было, они познакомились с исламом через этих людей, а не через старых, традиционных своих учителей, которые были врать. Вот здесь нечто подобное, пришли люди, они принесли, ну как тут у тебя женщина, смотри, ходит, надо говорить, ничего не разговаривать, ты ее посади, пусть закрой, какие красивые, они считали, вот это и есть культура настоящая, пришла культура, вот мы там и раньше дураками были, не понимали, как сомнение, а так, знаешь, у костра сидит, приходит там женщина, красивое платье, традиционное, распущенные волосами, садится, плечу не охотно, начинает сказки рассказывать, что это записывать, сейчас попробуем. А может мне я спрашиваю, я вот хотела знать о типаж самих этих закатриц? А вот книжку откройте, вам будет типаж, он я же положу вам, вот вам Василий Александрович, вот типаж. Нет, вот она, лазит. Сейчас. Есть много людей, которые напоминают такой южно-индейский, травидейский тип. Нас антропологи работали, там есть сходство с травидейским населением Южной Индии. Но это не значит, что они оттуда идейцы живут. Местный субстрат в горах все время легенды ходили, что там якобы потом португальцев, потому что там люди с голубыми глазами, там якобы и... Ну там было несколько человек в высоком горах, но это связано с тем, что это догадная практика, там появляется. Салятка есть. Это не тень и португальцы. Это местные. Частокровные и южно-южно-южно-южно-южно-южно. Ну так же, как и весь мир. Антропологически разно. Сокотрейцы есть такие типы, которые я, например, узнаю. Если я там иду по сане и вижу сокотрейца, я его, как правило, познаю. По каким-то неуловимым признакам. Ну так же, как и у нас. Не по одежде, да? Не по одежде, да. А они в основном высокие или низкорослые? Они в основном, конечно, по большей части низкорослые, но в горных временах есть люди достаточно такие крепкие, особенно первоблюдоводы. Потому что на вежлюжье в молоке вора остаются, они крепкие. Ну там, понимаете, болезней много. Они тоже плохо влияют на одинаковые. Но в принципе там есть, особенно женщины бывают очень такие, я бы сказал, в деле. Крепкие женщины. А куда же это? Бывают очень там. Вообще интересно. Сейчас уже с ними поговоришь о том. Очень важно. Вопрос как раз об одежде был. Есть какой-то какие-то национальные предметы одежды? Вот у женщин были платья, но сейчас они покрываются. А мужчины как вовсе емецы ходят или фута? Еще и ходят в юбках. Раньше, когда-то в бывые времена, они носили, у них была не фута, как у емецов, настоящего, она практически из юго-восточной, цветная. А у них был просто такой вот замотана повязка в основном белая, из белого какого-то материала. и накинута вот так вот через плечо. Того. Еще одна. Как того. У емени не было. У емени разноцветного. У емени Рубана, в южном юбки чужие. Привезем. А здесь значит мужчина, где он был? Сверху накинул. Здесь другое. Было другое. Вот. И вот эти вот две. А там свои любили они носить такие браслеты. Вот здесь браслет оловянный. Здесь браслет. Вот здесь часто на ногах. А у женщин платье очень-очень интересное. Которое замотанное было. Обшивалось. Там свое платье было. Но сейчас его не увидишь, потому что они же закрыты. Чего? Жил все, да? А это? Как же вам? А как вот с извлечением флоры? Там ведь уникальная, наверное. Она уникальная. Она представляет. Это все делают наши западные коллеги, что у нас там была, да? В основном англичане этим занимаются. Там Эдинбургский ботанический сад, крупнейшее ботаническое заведение исследовательских мира. Они провели там ряд экспедиций. Они много опубликовали. Все описано. Народная медицина с акатрейскими словами. Мы этих материалов тоже изучили. И был энтомолог вранник такой есть из Германии, который туда многократно ездил и писал там всех насекомых. Там есть экзотические насекомые. Пауки очень интересные. Страшные огромные. Есть гигантская стелопендра вот так называемые. такого примера. Очень недавитый. Я один раз взял грех на душу, притащил даже гугую скалопену. Бутылки. Куда? Куда? В Москву притащил. Вот. Это очень серьезно здорово. Я стал частному владельцу сирпентария. Есть такой там сокольник который делает всяких насекомых. Он определил что она женщина уже привезет как ходит босиком так и ходит скалопендра дает. но ее жаль давить скалопендра что ли? Ну смотрите под дек что змеи там практически почти нет. Это в большую часть нет. Там ядовитые очень сильно пауки. Пауки не полезят просто надо смотреть очень много скорпиона. Скорпион практически полубезведное он укусит да не умрешь. Бериод у него за всего период до 3 рост сложнее в воде там воде бывает очень близко из нас раз скаты там которые может в песке зарыт идешь купаться он убрал он парализует это вот эти гадости там есть недовитые растения знают человек потрогал сорвал глаз нам потек гуманитарные исследования только российские остались периодически они сделали ну они же не то что там постоянно у нас считай постоянно они были вообще не остались они закрыли все сами сами а на сокотре не было там один раз приехали лет месяц 2000 там в году туда приехала они решили заниматься сокотре девушка из новой зеландии молодой человек они получили фото грант приехали начали путешествовать не там пришли проблемы с желудками произошли особенно уделки мы оттуда уехали и возвращались к этой еду это самое вкусное деликатер нет там питаются большим козлятем барань это второсортное мясо считается по ранжиру по местам козлятем это самое дорогое мясо который идет баранин потом пансач говядина бежать но козлят это супер молодой котен ну и молодой конечно не ставлю козел козлят козлят потому что вы понимаете когда коза приносит есть причем там интересно нет книжки есть так называемые статусные козы которые более высокие статусы хотя они на самом деле ничем не отличаются коза передает этот статус козла мужья когда рожают много козлят они естественно козлят мужского пола очень быстро режут чтобы они не сосали молоко человеку никому не козлу поэтому они оставляют те кого для продолжения рода ну а когда молодых едят или портали сейчас на это будет потом приносить потомство молоко соответственно козлят как без девушка того же выбивает естественно поэтому можно это самое потом козлы умные козы углы они по именам себя откликается они созывают баран и я и чистые а баранами и козы эти офис они грязные считается твердить они бумагу не только газеты не только газета не дадим у каждого строго раку огромная коробка из постирального порошка причем внутренне вся покрыта этим порошком китайцев из основных состоит не дай бог оказать как устроена вот такой разбудут от этого картона картон нет джами откуда не возьму с поворотом откуда не с поворотом надо промышленности поворотом нет же обычаи нет такого обычащим только эти северные приехали северные джамбии в этом прелесть сейчас там сидят спокойно неудачно там некуда тащить можно поделить без кинжала в цех отрицей ну что все спасибо большое спасибо